Всем привет! Меня зовут Скловская Ирина. Хочу сегодня вам представить дом, который находится в городе Павловске. Ну, конечно же, всем известной уже любимой звездочке, СНТ-звездочка. Ну, напоминаю, для тех, кто не в курсе, значит, это черта города, это прописка городская, потому что у нас земли населенных пунктов. И, соответственно, это школы, это садики, это врачи, то есть скорая помощь, все, что... В общем, все блага цивилизации. Значит, про дом. Значит, брус, двухсотый брус, утепленный и обшитый блокхаусом, имитацией бруса. Фундамент лента, значит, по размерам получается он 9х9, то есть это где-то, наверное, 160 квадратов. Видите, вот такая терраса сделана. Терраса, видите, пристроена, да, она на таких бетонных столбиках. Сам дом выполнен на ленте. Свеженький такой, очень симпатичный, то есть построен он где-то года два назад, даже три, наверное, да, 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 три года назад. То есть брус полностью уже всю там усадку прошел, все устоялось, все отгулялось. В общем, все полностью можно заезжать и жить спокойненько. Значит, сейчас покажу немножко участок, а потом уже непосредственно дом. Участок 8 соток. Вот видите, то есть тут такие достаточно уже взрослые яблони. Сейчас у нас как раз вот осень. Видите, да, то есть они уже плодоносят. Груши. И здесь вот в этой части сливы. Вот к нам пришла киса. Привет, киса. Тут какие-то остаточки, тут видно было клубничку. Привет, привет. Значит, вот там в дом, в том углу это тепличка. Ну, такая немножечко требует уже, наверное, какого-то ремонтика. Но, в принципе, она тут, видите, какая большая. Вообще огромная просто. Заборчик есть деревянный. Столбик прямо на участке. То есть электричество подведено. Вообще все коммуникации в этом доме есть. Здесь свая скважина, септик. Все функционирует. Разводка электричества по дому выполнена. Значит, в том углу какие-то кустики плодовые тоже. Черная, красная, смородина, крыжовник. В общем, участок, в принципе, полностью благоустроен. Он высокий, он отсыпан. Соответственно, сделан въезд. Сделана даже такая вот территория прилегающая. То есть там тоже дренажная канала. Проложена труба, засыпана. То есть все очень аккуратненько. Вот видите, очень приятные такие соседи окружения. Ну, пойдемте непосредственно в дом. Сейчас вам там уже все покажу. Ну, я сейчас зайду через крыльцо. Через крыльчко. А так, естественно, основной вход. Он со стороны подъездной дороги. Хорошая дверь. Такая основательная достаточно. Есть уличное освещение. Значит, это такой... Ну, не знаю, по планировке. По планировочке, что это может быть. Ну, что-то типа такого предбанника. Вот выход на террасу. Это вот кухня-гостиная. Огромные окна. Просто цвета тут масса. В доме. Это вот такое большое витражное. Второй свет. Окошечко. Вот оно такое большое. То есть сверху тут... И как раз вот это вот, в принципе, вот эта сторона, вот, где это окно. Это юг. Это запад. То есть летом тут просто шикарно будет. Солнце как раз во второй половине дня. Так, значит, на первом этаже у нас есть отдельная комната. Это спальня. Это, конечно, тоже большой плюс. Комната на первом этаже, конечно, обязательно должна быть. Это вот, соответственно, вход основной. То есть тут такое-то тоже достаточно большое помещение. Просторное. Здесь можно сделать хорошую такую прихожую, гардеробную. То есть, в общем-то, места хватит для всего. Так, вот счетчик электричества, да? То есть электричество заведено, разведено, все сделано. Так, сейчас тогда сам узел покажу вам. Вот это сам узел, значит, бойлер мы видим. Расширитную емкость. Фильт от грубой очистки. Вот вода заведена. Ну, соответственно, вот сейчас, если они не отключили, ничего, покажу. А, нет, воду отключили. Ну, все работало, я все видела своими глазами, все работало. Просто сейчас воду перекрыли. Так, значит, тут все понятно. Ну, по планировке, в принципе, вот это такая кухня-гостиная и отдельная спальня. В общем-то, планировка достаточно хорошая. Вот разводка есть. Вот, ну, лесенка такая, конечно, черновая еще пока. Лесенку надо делать. Уже будет новым владельцем. Значит, здесь у нас спальня еще одна. Спальня с окошечком. Дальше вот здесь, в принципе, вот тут, как мне говорили, хозяева, они планировали второй санузел. Вот для него специально окно здесь есть. А вот здесь, ну, это уже кто кому как больше нравится. Можно оставить такой второй свет. Для дополнительного света и пространства. Можно здесь вот застелить полы и сделать еще одну комнату. Она получится достаточно большая и с таким тоже очень интересненьким окошечком. Значит, здесь... Вот это вот мне больше всего нравится. Здесь вообще шикарнейшая спальня. Не знаю даже, как вам показать эту красоту. Я боюсь, что камера не передаст, конечно. Ну, во-первых, такое вот огромное окно. Просто такое вот. Огромное окно. Очень уютненький. Вот кому-то не нравятся такие мансардные, да, второй этажи. А мне кажется, что они на самом деле очень-очень-очень уютные. Вот смотрите, какой, да? Блин, как вот это снять? Я даже не знаю, что всю красоту вы увидели. Так, сейчас попробую. Ну, очень уютно. Я не знаю, передают ли камера. На самом деле очень-очень уютно. Вот она балкончик. И балкон огромный. Вот такой вот красивый вид из окна. У соседей вообще шикарный участок. Вот видите, там просто такой прям ландшафт. Очень симпатичный домик. Ой, закат у нас как раз. Вообще красота. Просто вечером можно здесь наслаждаться видами. Нашими красотами. Красотами нашей Родины потрясающей. Видите, как красиво. Причем сейчас уже осень, в принципе. А летом-то тут, наверное, еще красивее. Вот. Ну, вот, собственно, это балкон. Ну, такой широкий. Большой. Вот такая вот. Уютная. Очень-очень уютная спальня. Здесь вот стеночка уже зашита пепроком. Ну, в общем, в целом вот так. Если какие-то есть у вас вопросы, хотите посмотреть этот дом, пожалуйста, звоните. Телефон 940-7257. С удовольствием вам его покажу. По стоимости он 6 миллионов. Ну, 5 990 у нас в рекламке. Вот. В общем, звоните. Будем вам рады. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok